У нас есть внутренний график, то есть это измерение температуры сотрудников, у нас есть все графики по дезобработке помещений, посуды. Дезинфекция каждые два часа, санитайзеры и памятка по коронавирусу на столах, а посадочные места на расстоянии не менее полутора метров. При соблюдении многочисленных требований в Химках стали массово возвращаться к жизни кафе и рестораны. Правда, пока что принимать клиентов можно лишь под открытым небом. Я думаю, что с 25 числа нам обещали еще больше пославлений, поэтому мы будем принимать больше гостей. Настроение прекрасное сотрудничество. Наконец-то мы увидели живых людей, потому что мы работали на доставку. Все рады, гости рады, мы рады, мы очень готовились. И вот все в конце концов получилось. Не меньше сотрудников и владельцев кафе, возвращению общепита к прежней жизни рады и сами посетители. Правда, пока спрос превышает предложение. Мы очень ждали, когда откроется кафе. Мы даже звонили, узнавали, когда будет веранда. И сейчас очень сложно даже попасть сюда. Приходится бронировать столик. Но рады, что наконец-то все открылось. Открытие летних веранд, кафе и ресторанов стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе. Поэтому власти поэтапно снимают ряд ограничений на деятельность многих организаций. Так, например, театры, концертные площадки и цирки начали проводить очные репетиции творческих коллективов без зрителей. В МФЦ жители Подмосковья теперь могут записаться на прием не только по телефону, но и через портал Госуслуг. Кроме этого, заработали все компании, предоставляющие персональные услуги, такие как фотоотелье, ремонт одежды и зоосалоны. А также кадровые агентства, агентства недвижимости и компании, работающие в области права бухучета консалтинга. Кроме этого, вернулись к работе автошколы и сняты ограничения на услуги такси и каршеринга. Следующий этап отмены запретов намечен властями на 25 июня. Откроются ТРЦ за исключением фудкортов, кинотеатров и развлекательных зон.